В прямом эфире новости в студии Ирина Алиева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Губернатор края Виктор Толоконский в Москве принимает участие в Гайдаровском форуме. Какие вопросы связаны с экономическим развитием нашего региона обсуждают специалисты. Режим неблагоприятных метеоусловий в краевом центре продлен еще на сутки, когда подуют спасительный ветер и как долго продержатся морозы на территории региона. У нас также будет морозы, тем более что морозы у нас еще и усиливаются на выходные дни. Также у нас будет полное отсутствие ветра, снега, то есть те непосредственные факторы, которые сказываются на очищении, на атмосферу. В Хакасии специалисты МЧС эвакуировали охотников, которые несколько дней провели в ледяном плену в заливе Саяно-Шушенского водохранилища, как проходила масштабная спасательная операция. Для поиска людей, только поисковые группы, было порядка 15 человек, использовались авиации МЧС России, вертолет Ми-8. Красноярские писатели и поэты презентовали уникальную книгу для детей. Кто принимал участие в создании этого сборника и где его можно приобрести? Это хорошие стихи, хороший слог. Это стихи, которые касаются обычной жизни повседневной ребенка. В Краевом центре открылся международный конкурс-фестиваль «Волшебный лед Сибири». В чем уникальность этого проекта и когда горожане смогут увидеть готовые произведения ледового искусства? Очень приятно, что фестиваль постоянно совершенствуется, меняет свои форматы, точнее говоря, дополняет новые форматы. Губернатор Края Виктор Толоконский участвует в Гайдаровском форуме 2016 и проводит рабочие встречи в Москве. Накануне глава региона принял участие в презентации рейтинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России «Инновационный бизнес в регионах России». По словам Виктора Толоконского, в будущем рейтинге должны учитываться качество, продуктивность научно-образовательного комплекса региона, эффективность его взаимодействия с экономикой. В рамках форума «Россия и мир. Взгляд в будущее» также состояли сессии, лекции и презентации, в которых приняли участие российские и иностранные эксперты, ученые и политики. Губернатор Края Виктор Толоконский сделал доклад на панельной дискуссии региональной бюджеты, рецепты обеспечения сбалансированности. Он рассказал коллегам о состоянии краевой экономики, поделился своим видением проблемы разбалансированности региональных бюджетов. Он отметил, что в существующих условиях сокращать расходы нельзя, и единственный выход из ситуации – искать пути увеличения доходов. Рынок жилья в Красноярском крае испытывает давление сложных экономических условий. По данным экспертов, падение продаж за год составил от 40 до 50%, а цены упали в среднем на 15%. Почему риэлторы называют это благоприятным временем для сделок, расскажет Андрей Стародым. По данным Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края, в этом году в нашем регионе введено в эксплуатацию более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. И это рекордный показатель за последние три года. Такой объем строительства жилья эксперты связывают со стабильной ситуацией на рынке ипотеки. Снижение ставки и рефинансирование позволили банкам выдавать жилищный кредит от 11% годовых. Но это не привело к стабилизации всего рынка. В регистрационной палате фиксируют падение количества сделок. Если раньше мы говорили о том, что люди стали чаще покупать квартиры, то этот год существенное снижение практически на 20-30% снижения по приобретению жилья, и особенно за счет заемных средств. Это единственное, с чем мы это можем связать. Это, безусловно, кризис, который имеется, ужесточение требований к предоставлению кредитов банками и, собственно, рост доллара. По мнению эксперта Союза строителей края Юрия Подопригоры, ситуация еще сложнее. Продажи жилья в риэлторских агентствах за год существенно просели. В этом состоянии, когда динамика сделок просила, пожалуй, процентов на 40, вот на рынке первичного, вторичного, в общем и целом, как бы процентов на 40 упал объем сделок. Некоторые говорят, в два раза в этом году. Судя по всему, такая ситуация сохранится, и, по крайней мере, в ближайшее, в первом полугодии ближайшего года к гадалке не ходи. Будет ли это, приведет ли это к дальнейшему падению цен? Такая вероятность есть, но, скорее всего, в пределах нескольких процентов в средней статистике. Естественно, что при большом предложении, но невысоком спросе падает цена. Эксперты считают, что сейчас рынок нащупал дно, и в дальнейшем ожидаются лишь сезонные колебания стоимости жилья. Цена за год, если брать за целый год, снизилась в среднем на 15%. Количество жилья превышает предложение примерно в разы. По нашим данным, продается одна из 23 выставленных квартир, что и тянуло цену вниз. Почему я говорю, что ситуация благоприятная? Выбор для потенциальных покупателей, для семей, которые находятся в обмене, увеличивают, например, свою квартиру, на самом деле достаточно благоприятно. Цена снизилась, выбор огромен, ипотека доступна. Похожая тенденция и на рынке аренды квартир, но со своими нюансами, в целом стоимость упала на 10-15%. Но при этом отмечается, что, например, в центральном районе Красноярска цена почти не изменилась, а предложений больше не стало. А вот в районах новостроек наоборот. Инвесторы скупили там дома еще на стадии строительства, и сейчас предложение существенно превышает спрос. Отсюда и падение цен. Но и на этом рынке специалисты говорят о стабилизации ситуации. Андрей Стардым, Денис Тимошенко, Александр Яромашенко. Новости. Температуру в автобусах Красноярска проверили депутаты законодательного собрания и специалисты мэрии. Что грозит перевозчикам за холод в салоне автобуса? Расскажем далее. Режим неблагоприятных метеорологических условий в Краевом центре продлен до конца рабочей недели. Об этом сегодня заявили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом уровень опасности снизится со второго до первого уровня. Ожидается, что в ближайшие сутки небольшой атмосферный фронт принесет в Красноярск слабый снегопад. Воздушные массы смешаются и смог над городом немного рассеяться. Это только до завтрашнего дня. Потому что на последующие дни мы также ожидаем ту же ситуацию, которая у нас находится и сейчас в городе. То есть у нас также будет морозы, тем более, что морозы у нас еще и усиливаются на выходные дни. Также у нас будет отсутствие, полное отсутствие ветра, снега. То есть те непосредственные факторы, которые сказываются на очищении, на атмосферу до 20-го числа. На 20-е число у нас получается поворот все-таки на юго-западный ветра. Хотя он небольшой, но юго-западный. Соответственно, воздушная масса будет меняться. Небольшое потепление сегодня уже завтра сменится очередным похолоданием. В последний рабочий день, в светлое время суток, столбик термометра покажет минус 21 градуса. А в выходные ударят настоящие крещенские морозы. В темное время суток до минус 33 градуса, в днем до минус 28. На юге края температура опустится до 39 градусов со знаком минус, а в Ивенке похолодает до минус 45. В дальнейшем с 18, то есть с понедельника по среду, в ночные часы в городе температура воздуха будет колебаться от минус 24 градусов до минус 28 градусов. В дневные же часы температура воздуха будет преимущественно колебаться около минус 25 градусов. Температуру в красноярских автобусах сегодня проверили депутаты законодательного собрания, специалисты мэрии. Поводом для такой инспекции стали многочисленные претензии пассажиров 2, 43 и 79 маршрутов. Контролеры проехались в этих автобусах, проверили, работают ли там печки и другое тепловое оборудование. В итоге проверку не прошла лишь двойка. Жалобы на несоблюдение температурного режима в автобусах этого маршрута подтвердились. Депутаты убедились, в салоне действительно холодно из-за слабоработающей печки и щелей возле дверей. Перевозчик должен исправить нарушение. У нас существуют на сегодняшний день договорные отношения, к которым предусматривается выполнение определенных требований к перевозчику. В том случае, если это будет систематически, и мы не будем видеть реакции перевозчика, мы расторгнем с перевозчиком взаимоотношения. В частности, тот перевозчик, который мы получили сегодня замечание, это по второму маршруту, в конце прошлого года с ним был расторгнут договор на обслуживание 60-го маршрута. То есть он обслуживал у нас два маршрута, двойку 60-й, сейчас у него остался только второй маршрут. Депутаты намерены дальше следить за соблюдением температурного режима в общественном транспорте. Пассажиров просят помочь в этом деле и сообщать о нарушениях по телефону горячей линии. Есть горячая линия, значит, горячая линия, есть, безусловно, в департаменте транспорта, это можно на сайте посмотреть и позвонить, и высказать те или иные обращения, либо жалобы, если они будут, да, и будут приняты соответствующие своевременные меры. Вот сейчас, как по второму маршруту, уже меры принимаются. И есть еще 2.05 служба. Понятно, что это в большей степени касается жилищно-коммунальных услуг, но это не значит, что, значит, нельзя туда звонить. Над Минусинском из-за морозов и отсутствия ветра зависло облако дыма. В минус 30 жители частного сектора, где преобладает печное отопление, вынуждены сжигать в два раза больше угля, чем обычно. Смог над южной столицей края не рассеивается уже несколько недель. Репортаж Артема Ахальникова. Котельная находится в подвале дома. Владимир Кулясов живет в частном доме. Возможности отапливать коттедж газом или электричеством нет. Пользуется углем. Прогреть 100 квадратных метров в 30-ти градусные морозы непросто. Приходится значительно увеличивать объемы топлива. В обычные дни, где температура до 20 градусов, обычно уходит два ведра. Это в пределах 18-ти килограмм, 20 килограмм. А в мороженое где-то в два, в два с половиной раза больше. Где-то четыре, там до пяти. Печным отоплением пользуются тысячи минусинцев, поэтому от смога никуда не деться. Впрочем, к серому небу над головой в морозные дни жители уже привыкли. Ситуация повторяется из года в год. Частный сектор разросся, кругом коттеджи вокруг города. И это все усугубляет немножко, вот такой вот дым, дымовая завеса. А так вот ветер подует, атмосферное давление поменяется. И все выдует отсюда, все нормально. Так что это вот только временное это явление. Ничего страшного. В городской администрации ситуацию называют вполне рядовой. В сезонном задымлении тоже не видят ничего, что угрожало бы здоровью людей. Более того, за последние несколько лет ситуация даже изменилась к лучшему. Благодаря тому, что закрыли несколько котельных. А частный сектор постепенно подключается к центральным сетям теплоснабжения. Достаточно большое процентное соотношение в городе Минусинске частного сектора, который имеет печеное отопление. Безусловно, это влияет на периодическое, временное, повышенное содержание вредных кримисей, безусловно. Но по мониторингу за 3 квартал 2015 года уровень загрязнения Минусинска характеризовался как низкий. Слова чиновников подтверждают и данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Задымление лишь временное неудобство, которое приходится терпеть в морозы. Кстати, на юге края, по прогнозам синоптиков, низкие температуры продержатся минимум до конца следующей недели. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Крывые спасатели переходят на усиленный режим работы. Связано это с ростом числа бытовых пожаров преимущественно в частном секторе. Так, с начала года, которое выдалось в морозном, произошло уже 170 таких пожаров. 9 человек погибли, 14 получили серьезные травмы. Во всех случаях возгорание происходило из-за неправильной эксплуатации печей. Основная причина пожаров в многоквартирных домах – короткое замыкание. Спасатели призывают людей быть осторожными, не перегружать электрические сети и не включать несколько электроприборов одновременно. Жителям частного сектора советуют не оставлять печи без присмотра. У каждой печи должен быть плитопочный лист в частном секторе. Размеры плитопочного листа 50 на 70. Именно такие размеры дают возможность предостеречь разброса искр и выпадающих головей из печи. Необходимо проявить бдительность и посмотреть, убрать от печи любые предметы, которые могут самовозгореться. Специалисты МЧС Хакасии эвакуировали охотников, которые оказались в ледяном плену. Какую спецтехнику пришлось задействовать спасателям, расскажем после рекламы. В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит, второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический, явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Вачинский башенный кран упал и задел стрелой жилую пятиэтажку. ЧП произошло накануне в половине шестого вечера. По счастливой случайности никто не пострадал, а вот здание получило существенные повреждения. Стрела частично разрушила кровлю дома, в одной из квартир на стене образовалась трещина. У одного окна оторвало карниз, а в квартире на пятом этаже окно и вовсе лопнуло. В 12 часов. Да я сегодня ночью не спала. Меня до сих пор колотит, еще все трясет. Конечно, страшно. Вы что, представьте, летит такая махина, и вы видите, что она летит. В стены ходуном заходили, жена с внуком сидели, шашки играли, и она схватила его. Чисто, интуитивно. Дед, что делать? Я говорю, что делать? Успокоимся. Сразу говорю, минуты три трясло дом. Он, видать, ударил по крыше. И стрела по всему дому, по стене. Такое ощущение было, что у нас подъезд рухнул. Была ли нарушена техника безопасности, предстоит выяснить специалистам. По предварительной версии, с крана убрали противовес. После этого конструкция потеряла устойчивость. Сейчас полиция проводит проверку, а жильцы рассказывают, подобное ЧП у них не в первый раз. Летом прошлого года на строительной площадке также падала спецтехника. Последствия нынешнего обрушения крана устранили быстро. Сейчас у ЧП напоминают только оборванные провода. В соседнем доме у людей нет интернета и кабельного телевидения. Добавлю, что представители строительной компании от комментариев отказались. Масштабную спасательную операцию провели в Хакасии. Специалисты МЧС эвакуировали охотников, которые несколько дней находились в ледяном плену в одном из заливов Саяно-Шишинского водохранилища. Оказалось, они не смогли самостоятельно вернуться домой, потому что ударил мороз, и их катер, на котором они сплавлялись по реке, просто вмерз в лед. Как проходила спасательная операция, расскажет Ольга Тишинина. Вызволять пятерых охотников из ледяного плена пришлось с помощью вертолета. Спасения люди ждали в одном из заливов Саяно-Шишинского водохранилища. Чтобы вертолет смог приземлиться, мужчины несколько часов разгребали сугробы, готовили площадку для посадки. Уже позже, отогревшись, рассказывают. В переплет попали из-за резко изменившейся погоды. Поплыли к охотничьим угодням на катере, когда акватория водохранилища была еще чистой ото льда. Планировали вернуться через день, но ударил 30-ти градусный мороз, и их катер буквально вмерз в лед. Когда охотники не вернулись, тревогу забили их родственники. Спасатели искали пропавших из воздуха и с реки несколько дней. Поиски затруднял сложный ландшафт и налить на реке, но следы охотников удалось все же обнаружить. На акватории водохранилища мы обнаружили только полынью с характерным проходом катера. Обследовав ее с воздуха, настолько, насколько можно было возыметь возможность, был сделан вывод, что это, по сути дела, предполагаемое место разворота. Так как в этом месте, во-первых, была полынья достаточно разбита, расширена. И от полыньи на удалении до 500 метров туда и обратно было два следа. Ну, будем говорить, двое человек, два человека людей прошли. Вот только куда именно они направились, было непонятно. Поэтому спасатели буквально прочесали 50 квадратных километров труднодоступной горно-таежной территории. Для поиска людей, только поисковой группы, было порядка 15 человек. Так использовалась авиация МЧС России, вертолет Ми-8. Кроме того, по договоренности с предприятиями использовался один катер, который обследовал именно береговую часть залива, где мы предполагали нахождение охотников. Найти охотников удалось, когда те вышли на связь и сообщили свои координаты. Специалисты МЧС говорят, настоящее везение. Люди застряли во льдах рядом с угодьем охотника, у которого был радиопередатчик. Мужчина доставили в родной поселок Черемушки, а катер остался стоять во льдах. Его охотники будут эвакуировать самостоятельно уже весной. Ольга Тишинина, Владимир Иваненко, новости. В Минусинске после капитального ремонта начала работу школа номер один. Из-за аварийного состояния образовательные учреждения закрыли по решению суда еще весной 2013 года. Работы на объекте начались 7 месяцев назад, а после новогодних каникул педагоги и ученики вернулись в обновленные стены родной школы. При взаимодействии двух тел возникают силы такие. Преподаватель физики Александр Герасимов объясняет детям третий закон Ньютона. Впервые за последние два года он ведет урок в своем кабинете. После того, как учреждения закрыли на ремонт, учеников и педагогов, чтобы не прерывать образовательный процесс, подселили в другую школу. Заниматься приходилось во вторую смену. Переживали родители, переживали учителя. Надо, чтобы ребенок вовремя пришел, вовремя вернулся. Вот это дополнительное время тратилось неэффективно, непроизводительно. Ну а потом это была чужая школа. Возвращению в родные классы радуются и дети. Теперь им не приходится ехать на занятия через половину города. Снова начали работу спортивные секции и образовательные факультативы, столь важные в преддверии государственных экзаменов. Ты лучше пришел с утра, отучился и пришел домой днем, чем ты будешь днем приходить в школу и возвращаться домой вечером. Потому что времени не хватает. Мы приходили домой, делали уроки и все максимум. Времени уже нет. Здание школы обновилось полностью. Сейчас оно выглядит свежо и празднично, соответствует всем требованиям. Чтобы привести его в порядок, на ремонтные работы из бюджета края выделили 18 миллионов рублей. Школа практически была разобрана. Остались одни стены. Все заменены полы, заменены потолки, заменена кровля новая. В окна установлены новые, электропроводка и электроосвещение полностью новые. Кроме того, обновляется в школе оборудование и мебель. В конце прошлого года закупили новые парты и стулья на 120 тысяч рублей. На данный момент в школе созданы все условия для того, чтобы выполнять образовательный процесс в полном объеме. К обучению приступило 147 учащихся, хотя техническая возможность школы предусматривает до 250 учащихся. Поэтому есть еще небольшой запас, чтобы можно было еще принять новых учащихся. Сейчас педагоги уже подготовили классы к работе, оформили кабинеты стендами с наглядной информацией, таблицами и формулами. В течение ближайших месяцев планируют украсить коридоры декоративными растениями. А уже 25 января состоится торжественный бал, посвященный открытию обновленной школы. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Уникальную книгу издали в Красноярске для самых маленьких читателей. Где можно найти этот сборник, расскажем в третьей части выпуска. В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит, второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический, явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Увлекательное путешествие на снегоходах по предгорию Восточного Саяна. Чистый сибирский воздух, белоснежный снег, ночлег на таежной заимке, а также буря эмоций и несгладимое впечатление. Двухдневный тур на снегоходе от 12 тысяч рублей на двоих. Подробности по телефону 282 1714. Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231 64 64. Торговый центр «Домер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok В прямом эфире новости продолжаем выпуск. Красноярские поэты и писатели издали уникальную книгу сказок и стихов для самых маленьких читателей. Красочный сборник называется «Город моего детства» и уже в скором времени появится во всех библиотеках региона, а также на полках некоторых магазинов. В чем необычность этого издания, расскажет Анна Московских. У соседей есть со слухом музыкальный пес Гаврюха. В гости я к нему хожу, я с Гаврюхою дружу. В Красноярске издали удивительную книгу «Город моего детства». В нее вошли произведения трех десятков авторов, в том числе непрофессиональных. Именно этим книга и уникальна. В сборник вошли в том числе сочинения писателей и поэтов из народа. Автор проекта Дарья Масонова рассказывает, она кинула клич по социальным сетям и получила массу откликов. Многие из предложенных произведений пришлось отсеять. Кто-то в своих рассказах обращался к маленькому читателю слишком надедательным тоном, кто-то, напротив, через чур с ними заигрывал. Но детская литература не терпит этого, объясняет Дарья. Каждое произведение должно идти от сердца. И для этого нужен особый настрой. В сборник вошла ее сказка о двух рыжих собачках, которые решили делать добрые дела. Она вспоминает, как сюжет появился на свет. Вот у меня было так тяжело, и когда Мишка был в реанимации, мой ребеночек, мне хотелось что-то создать такое вот хорошее, доброе. И я вот написала сказку, она сама ко мне пришла, эта сказка. Я не хотела, я не думала о нем, будет она издана, кто ее прочитает. Но это внутри проросло, вот как свет. Я подумала, что, малыш, ты вот родился, а я тебе посвящу такую сказку. Вот такой диалог внутренний был. Поэтому, я думаю, наверное, с этого начинать. С каких-то моментов вспомнить своего ребенка, который внутри каждого сидит. Сказки о принцессах, о бурундучках и о морозной полярной ночи. Множество стихов на самые разные темы. Есть произведения, посвященные Красноярскому краю. Но большинство сюжетов – это не устаревающие истории о дружбе, приключениях и взаимовыручке, о родителях и детях. Меценат Наталья Сипетая, не раздумывая, поддержала проект. Буквально накануне она забрала весь тираж из типографии и сразу прочитала книгу «От корки до корки». Это хорошие стихи, хороший слог. Это стихи, которые касаются, ну, обычной жизни повседневной ребенка. И я, в общем, когда читала сама, я почувствовала себя как бы этим ребенком, который вот в стихах обращается к родителям. Книга «Город моего детства» поступит во все библиотеки края, пообещали организаторы. Небольшая часть появится в продаже в красноярских магазинах. Но это только начало. Сборник ждет интересная судьба. Наш писатель Михаил Тарковский будет представлять Красноярский край на Днях русской книги в Париже. Один из двух регионов России всего лишь принимает участие. Тульская область и Красноярский край. И Михаил Тарковский отдельно оргкомитетом Дней русской книги приглашен на это мероприятие. Я думаю, что мы найдем возможность для того, чтобы презентовать книгу красноярских детских писателей обязательно на Днях русской книги в Париже. Познакомиться с этим произведением смогут все жители нашего большого края. Уже сегодня вечером электронную версию книги обещают выложить в сеть интернет. Анна Московских, Александр Ермошенко, Новости. В Красноярске открылся четвертый международный конкурс-фестиваль «Волшебный лед Сибири». Это зрелищное мероприятие ежегодно собирает гостей не только со всех уголков России, но даже из тех стран, где и снега-то никогда не бывает. Чем уникален Красноярский проект и когда горожане смогут увидеть готовые произведения ледового искусства, расскажет Алина Штоколова. Всего через 4 дня вот эти глыбы превратятся в настоящие ледяные шедевры. Трудиться над этим будут 28 команд из России, Китая, Казахстана, Латвии и даже Индии. И чтобы гости из теплых стран не замерзли суровой сибирской зимой, им устроили по-настоящему горячий прием. Зажигательные национальные танцы и песни – отличный способ согреться в мороз. Участников фестиваля встречали со всей теплотой сибирской души. Скульпторы из пяти стран мира приехали в Красноярск, чтобы и свои таланты показать, и у других поучиться. Уникальность волшебного льда Сибири в том, что в него включен официальный конкурс для молодежных команд. В других международных проектах такой номинации нет. Отсюда и большая популярность нашего фестиваля у зарубежных мастеров. Только Китай представляет сразу три творческих объединения. От города Хейхэ мы приехали двумя командами – снег и лед. Мы много тренировались, да и климаты наших стран похожи, так что я думаю, что у нас есть все шансы на победу. За три года существования конкурса в нем приняли участие больше двухсот мастеров со всего мира. В этом году к нам впервые приехали скульпторы из Индии. Ни морозов, ни снега, ни льда в их стране нет, но тем интереснее для них Красноярский проект. Климат у вас очень суровый, нам непросто здесь находиться, но это очень интересно. Каждый новый материал для нас – это настоящий вызов. Мы тренируемся на песке и даже на металле, но по снегу работать мы будем впервые. В нынешнем году фестиваль проходит при поддержке фонда почетного гражданина Красноярска Хазрета Савмена. Впервые в этом году с ледяными скульптурами соседствуют лучшие работы юных красноярских художников. Арт-галерея «Набережная» пополнилась картинами учеников и студентов художественных школ, училища и института. Они посвящены 125-летнему юбилею произведения Сурикова «Взятие снежного городка». Очень приятно, что фестиваль постоянно совершенствуется, меняет свои форматы, точнее говоря, дополняет новые форматы. И вот сегодня мы уже видим галерею юных художников, которая выставлена здесь. Работы художников, которым еще нет 15-16 лет, эти работы молодых красноярцев уже сегодня украшают картинную галерею, которая сопутствует фестивалю. Я уверен, что это новые Суриковы, которые прославят наш город. Превращать ледяные и снежные глыбы в скульптуры мастера будут до понедельника. Так что у горожан есть возможность наблюдать за процессом в режиме онлайн на сайте администрации города. Итоги конкурса подведут 18 января. Алина Штоколова, Всеволод Никитин. Новости. А сегодня в рамках фестиваля «Волшебный лед Сибири» всех желающих учили делать фигуры из-за льда. Профессиональные скульпторы показали, как правильно резать лед пилой и придавать ему форму с помощью обычной стамески. Сначала участники на куске льда нарисовали контур будущей скульптуры, а потом попытались убрать все лишнее. Также скульпторы рассказали, как нужно одеваться, чтобы было комфортно работать. Оказалось, морозная погода для такого вида творчества самая подходящая. Любой художник. Допустим, здесь девчонки, живописцы, керамисты, любых профессий. И также, я сколько знаю, в моей команде есть самоучки, которые первый раз лед попробовали делать. И до сих пор со мной уже более 10-15 лет режут этот лед и радуются, и довольны. Уже профессионально работать с этим материалом. Телефон редакции 236-01-36. Наш сайт www.enisei.tv. Я, Ирина Алиева, с вами не прощаюсь. Увидимся за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.